В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Ни один вопрос не остался без ответа на встречу руководителей учреждений здравоохранения с жителями. Здесь выясняются некоторые вопросы и на них реально можно получить какие-то ответы. Своя аллея звезд появилась в Ленинском городском округе. Спасибо всем, кто задумал, кто создал, кто будет продолжать эту звездную дорогу. Поздравляем с победой. Наш земляк Анатолий Смирнов стал лучшим на престижном боксерском турнире «Семь легенд». В дальнейшем я ставлю себе огромную цель завоевать золотую медаль на Олимпийских играх. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным ежегодным обращением к жителям. Глава региона представил итоги деятельности правительства за прошедший год и озвучил приоритетные задачи на 2022-й. Это уже десятое обращение Андрея Воробьева к жителям в качестве губернатора Московской области. Главными темами выступления стали ситуация с коронавирусом и штаммом омикрон, выплаты для врачей, учителей, пенсионеров, многодетных семей. Глава региона рассказал о ходе выполнения президентской программы социальной газификации, строительстве поликлиник, школ и детских садов. В прошлом году мы открыли 9 новых поликлиник. Химки, Подольск, Красногорск, Балашиха. Большую программу ремонта сформировали. Модернизировали 47 поликлиник, 65 стационаров и 34 станции скорой помощи. Эта работа не прекращающаяся, она будет и дальше весьма и весьма заметна в каждой территории Московской области. Еще 23 объекта в 2022 году, 8 поликлиник в Реутове уже одну открыли. Еще одна будет в этом году, 3 в Мытищах, Коломне, Домодедово, Балашихи. Также дополнительно строим 3 станции скорой помощи. Солнечногорск, Видная Кашир. Подробнее о главных темах обращения губернатора смотрите завтра в нашем выпуске новостей в 19.30. Во Дворце культуры прошла встреча руководителей учреждений здравоохранения с жителями. Медики ответили на все вопросы и прокомментировали обращения, которые поступили к ним на протяжении недели. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Встречи с руководителями учреждений здравоохранения Ленинского городского округа с жителями стали уже доброй традицией. Это прекрасная возможность задать врачам интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы здесь и сейчас. Здесь выясняются некоторые вопросы и на них реально можно получить какие-то ответы. Это жалко только, что именно наших местных жителей приходит не так много, потому что не все знают, что существуют такие встречи. На этот раз на встрече присутствовали представители Видновской районной клинической больницы, перинатального центра, стоматологической поликлиники и центра эпидемиологии и гигиены. Ряд вопросов, порядка 20, кажется, вопросов поступили в течение последнего периода. Мы передали их руководителям. И всех, кто сегодня подошел на встречу, мы попросим задать интересующие вас вопросы. Медики рассказали о том, какие изменения в работу учреждений здравоохранения внесла очередная волна COVID-19. То есть есть ограничения в плановой записи. Мы сейчас не занимаемся протезированием льготных категорий граждан, потому что ограничения и по поводу лечения удаления зубов 90% идет в режиме оказания, еще раз повторюсь, экстренной и неотложной формы. У нас составлен скользящий, сразу скажу, что каждый день работают травматологи и хирурги, работают каждый день офтальмологи, онкологи, а вот кардиологи, неврологи и токринологи, они по скользящему графику работают, колл-центр наш знает. Врачи еще раз напомнили о важности своевременной вакцинации, в том числе людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. – Хотелось бы обратиться к жителям, особенно беременным женщинам, с такой просьбой, что вакцинация, она преобладает на данный момент и для нас очень важна, потому что пациентки беременны, это высокая группа риска. После выступления руководителей учреждений здравоохранения слово взяли жители. Вопросы видновчанки Елены Орешиной касались стоматологической поликлиники. – Возможно ли когда-то нашу стоматологию увидеть в другом здании, потому что то здание, которое есть сейчас, оно очень маленькое. Коридоры узенькие. Опять же, если люди приходят, либо пенсионеры, либо с ограниченными возможностями, разойтись очень сложно. – Организация здравоохранения и организация, которая занимается образованием, управление образованием, их переезд планируется, но это не завтра случится, на это нужно время. А вот жительницу деревни Калиновка Валентину Федотову волнуют закрытие в населенном пункте Фельдшерско-Акушерского пункта. – У меня заявление от жителей деревни Калиновка, 151 подпись, которая просит, чтобы им или был капитально отремонтирован старый ФАП, или построен новый. Сейчас же ведь есть модульные ФАПы. Остальные гости встречи также смогли задать интересующие их вопросы руководителям медицинских учреждений. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ. В одном из торговых центров муниципалитета прошло торжественное открытие аллеи звезд мотоспорта. Игроки видновской команды «Металлург» стали главными героями праздника. Слово Натали Буслаевой. Идея организовать аллею славы принадлежит владельцам торгового центра технической направленности и сообществу московских мотоциклистов. В советские времена у нас были достаточно сильные традиции по таким вот спортивным дисциплинам, как мотокросс, мотобол, спидвей, спидвей на льду. Но с тех пор многое изменилось. И у нас в целом мотоциклистов мало, а мотоспортсменов еще меньше. Это нужно как-то развивать. Задача, как и любого другого спорта, это людей объединять и людей оздоравливать. Инициативу поддержал президент видновского «Металлурга» Валерий Нефантьев. Знаменитый мотобольный клуб удостоился первой звезды на аллее. Положено хорошей традиции. Дело в том, что технические виды спорта, к сожалению, не очень освещаются в средствах массовой информации. Да и на телевидении, кстати. И поэтому вот это, может быть, будет дан толчок для того, чтобы увековечивать в истории, а не хотят сделать, будет называться «Аллея славы мотоциклетных звезд России». На торжественное открытие были приглашены почетные гости. В своем выступлении заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова отметила, что для муниципалитета это очень важное событие. В России это точно совершенно, вот подобного ничего нет. Поэтому спасибо всем, кто задумал, кто создал, кто будет продолжать эту звездную дорогу. Вы знаете, вот эти спортсмены, они не просто достойны, а так должно было быть. Как рассказали организаторы, идея проекта направлена на популяризацию мотоспорта в России, а также поддержку талантливых спортсменов. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Спортсмены муниципалитета не перестают радовать земляков своими достижениями. В этот раз боксер из поселка совхоза имени Ленина Анатолий Смирнов одержал 7 побед в престижном турнире «Семь легенд». Наша съемочная группа встретилась с юным чемпионом и его тренером. Более 10 лет в муниципальном центре спорта поселка совхоза имени Ленина существует секция бокса. Сейчас ее посещает более 40 человек. По мнению тренера Александра Алфимова, главный секрет воспитания чемпионов прост и сложен одновременно. Ну, прежде всего, это дисциплина обязательно. Посещение тренировок, без этого никак. И сам, чтобы желание было у него, у самого ребенка. Дисциплина, желание и характер тоже, чтобы внутри присутствовал. Недавно воспитанник центра спорта, 11-летний Анатолий Смирнов принял участие в турнире «Ударная сила. Семь легенд». Это серия соревнований, названных в честь знаменитых боксеров. Анатолий занимается боксом с 7 лет, пришел в этот спорт, имея перед глазами авторитетный пример. Бокс – это очень интересный спорт. В нем ты укрепляешь свое здоровье, физику. Ну, еще я захотел заниматься боксом, потому что мой папа в молодости им тоже занимался. На соревнованиях Анатолий одержал 7 побед во всех 7 турнирах. Теперь он обладатель чемпионского пояса, что стало предметом гордости в том числе и для родителей. Ведь они тоже внесли немалую лепту в эту победу. Многие родители заблуждаются в таком возрасте, приводят к тренеру, отдают ребенка и считают, что он должен вырастить из него чемпиона. Это в совокупности работа. Тут надо и родителям прикладывать очень много усилий к этому. То есть наблюдать, смотреть, какие-то наставления давать дополнительные. Эта победа совсем не повод для молодого боксера загордиться и задрать нос, ведь у него довольно амбициозные планы. В дальнейшем я ставлю себе огромную цель завоевать золотую медаль на Олимпийских играх. А тренер сделает так, чтобы на пути к этой цели Анатолий не останавливался ни на минуту. Турнир сейчас открылся, там тоже пояс разыгрывают, сейчас поедем туда его возьмем по-любому. И здесь еще пару поясов надо, чтобы ребята сейчас выиграли. И все, ждем возраст только, 13 лет, и едем на всероссийские соревнования. Настрой тренера передается и его подопечным, а значит можно быть уверенными. Они еще не раз порадуют земляков спортивными трофеями. Максим Козлов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»